Приветствую всех, кто находится у меня на канале и смотрит это видео. С вами Нина Лавз Винтаж из Израиля. А это продолжение дворовой распродажи поселки Мавкиим в Израиле. Итак, продолжаем обзор красивой посуды. А ее много, ее правда много. Вот такие красивые тарелки с розой в центре и маленькими розами по краям. Это у нас, по-моему, была Кала. Приглянулась мне вот и эта тарелка. Почему-то я думала, тоже будет написано Германия. Большая роза в центре и рельеф по краям. Поворачиваю, а там Будди. Вот так. Иногда чуть ее не срабатывает. Очень красивая тарелка. И приятно видеть советскую посуду здесь на столах. И вот такую красотку. А еще оставайтесь со мной, вы увидите красивую советскую посуду. Сегодня в этом ролике. Здесь чайный сервиз. Я показывала его в прошлом ролике. И я решила отвлечься от посуды и перейти на текстиль. Обычно она развешивает эти полотенца, скатерти, дорожки. Но в этот раз они были как бы в сундуке, в ящике таком железном. И я решила немножко посмотреть, что же там находится. Какие интересные вещи из прошлого. Вы знаете, я заметила, что вот бывает много полотенец, которые новые, но где-то 70-80, которые не были в пользовании. Но бывает же так. Храним-храним. И бережем. И даже иногда забываем. Очень красивая вышивка. Вообще вышивка в последнее время меня, как-то, вы знаете, так трогает. Потому что понимаешь, что за этой вышивкой стоят чьи-то руки, часы, проведенные за этой вышивкой. Любовь вложенная, мастерство. Вот такая дорожка. Не знаю на что. На стол, на диван. Если хорошенько все достать, вот там много можно было интересного. Ну и решила так поверхностно показать вам. Конечно, было хорошо, когда все это висело на веревке, привязанной от дерева к дереву. И это еще добавляло, вы знаете, вот атмосферы. Вот делало более атмосферно все это. Встречается иногда и постельное белье. И вот скатерти разнообразные. И вот такая скатерть. Думаю, найдут свои клиентов. Люди в последнее время очень увлечены текстилем. Я вот когда была в Кибуце-Аоген, вот у меня были там скатерть была одна и салфетки. Купили их у меня. Очень многие подходили спрашивать. Продолжаем обзор тарелок. Они красивые, конечно. Это вообще с сыровкой. А мне нравится посуда с сыровкой. Она какая-то, вы знаете, благородная, богатая. Уж какой-то вид у нее, когда сыровка есть на посуде. Но не чрезмерная, чтобы золото не было таким совсем уже, ну, броским. Так, здесь тарелки. Не все клейма можно определить, потому что, во-первых, тент натянут над всеми этими столами. И тень еще от солнца. И не очень легко бывает определить. Вот эти тарелки я определила, это Уругвай. Я даже не знала об этой фирме. Вот, вы представляете, вот, встречается иногда Аргентина, Уругвай. Такие страны, которые мы, вот, обычно Германия, Франция, Советский Союз, очень красивые розетки. Не разобрала клеймо. Но розетки, конечно, очень хорошенькие. Но их только две штучки. Цветы. Вот теперь посмотрите на этот сервиз. На этот замечательный сервиз любителей советского фарфора с ручной росписью. Это для вас. Это Минский фарфоровый завод. Это кофейный сервиз. Чашки небольшие. Но какие они милые. Посмотрите на форму. На, как бы, на ножку этих чашек. Это ручная роспись. Мило. Просто вот купила бы, но куда, все не купишь. Даже цену не спросила. К сожалению, очень, 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 какой чайник роскошный. Мне так понравилось. И золото. Вот рисунок золотом, как поблескивает эти листочки. Получила удовольствие. И думаю, вам тоже это понравилось. Это Япония. Японский фарфор мне тоже нравится. Очень много красивых вещей. А вот это вам. Мне очень нравятся такие вещи, корзиночки. Они вот на столе очень красиво смотрятся. Конфетница такая. Ну, прелестная. Клеймо нам говорит, что это Хучин Ройтер. И это был, видимо, сервиз, серия какая-то. Сильвия. Ну, очень красивая вещь. Люблю такие небольшие вазочки. Очень люблю. Масленка от какого-то сервиза. Вот такое клеймо, которое я не смогла определить. Многие клеймо уже вот стираются. И бывает очень приятно, когда четко, вот клеймо четкое. И ты с легкостью вот можешь прочесть, увидеть. Ой, очень люблю птиц на ветках, на фарфоре. Не только я. Многие очень любят. Это кольдиц. Очень красивая тарелка. Прелестная. Райский сад какой-то. Как-то у меня в Натане была, я купила у англичанки тарелку из розового фарфора. Я вам показывала. И у меня вот бабочка, да, здесь тоже очень красивая тарелка. И у меня ее купила одна женщина для своей подруги, которая собирает все с бабочками. Вот тарелка вот с бабочкой. Если я помнила бы, кто она, я бы ей предложила бы эту тарелку. Очень красивая. И цветы, и бабочка. Эльминал. Ну, правда. Красивая. И не всегда есть бабочки и птицы. И многие их покупают. Эти чайники мне знакомы. Уже не первый раз. Но все равно интересно. И вот я увидела здесь вот клеймо Шерцер или Шерцер. Не знаю, как правильно. Ну, какая красота. Какой красивый, необычный молочник. Ну, очень понравился мне. Дуршлаг, который я вам показывала в прошлом ролике. Девушка не купила. И вот он находится на столе. А теперь посмотрите. Мне так нравятся вот эти моменты, эти элементы на столе. Когда вот тут цветочек, там что-то необычное. А это даже не цветок. Это помидоры в вазе. И даже на них уже есть помидоры. Правда, добавляют какую-то изюминку. Вот эти моменты. Прошу простить меня за мой голос. Я гриппую. Но решила все-таки озвучить и выложить ролик. Пока есть время. И иначе останется, не знаю, на какой день. Тарелки, вы знаете, не надоедает рассматривать. Каждая тарелка, она другая. Другой рисунок. Это как искусство. Даже не как к посуде к этому я отношусь. Вот теперь поговорим об этих тарелках. Вы знаете, мне очень нравится, когда есть орнамент по краям. Растительный орнамент. Обратите внимание, здесь как середина свободная. И вот такой красивый орнамент. Ну, очень мне эти тарелки понравились. Это мое, мне такое нравится. Это баройтер. А вот вам еще цветочки. Много цветочков на тарелках, вазочках и горшочках. Мы сюда приходим, ну, я о себе скажу, я прихожу, не только вот покупать за впечатлениями. И вот все это создает хорошее впечатление. Красивая посуда, цветы, этот фикус, атмосфера старого двора создает у меня очень хорошее впечатление. Настроение. А здесь, на самом конце этого стола, где вот находится посуда, фарфор с розочками, цветами, я вот увидела вот такую очень красивую вазочку овальной формы. На ней написано на клейме Collection Unsinn. Не знаю, понятия не имею, откуда. Очень красивая вещь. А эти тарелки, это Шуман. Вот клеймо. Я думаю, это, наверное, довоенные, может, ошибаюсь. Так, сегодня искала клеймо. Вы посмотрите, какие они роскошные. Одна большая тарелка, как бы, блюда. И несколько, по-моему, пять поменьше. Очень красивая. И цена, наверное, соответствующая, высокая. Английская посуда. Ее много. Это уже другой стол. И здесь цветное стекло. Такого карамельного цвета. Карамельное стекло. Нежное такое. И не розовое, и не медовое. А другое, карамельное. А теперь, обратите внимание, вот это тоже новое. Вот там мы видели Минский фарфоровый завод на том столе. А здесь ЛФЗ. Ну, посмотрите, какая прелесть. Это не ручная роспись. Это деколь, но это ЛФЗ. Посмотрите, какой чайник. Или это кофейник, как его правильно назвать. Не знаю, молочник, сахарница. Сервис почти полный. Вот я насчитала пять чашек, по-моему. Блюдец, наверное, меньше. Это форма тюльпан, если я не ошибаюсь, называется. Ой, какая прелесть. Правда, очень красиво. Надо мне с ней вот написать и спросить цену. Этот сервиз мне очень понравился. И тот Минский, хочу узнать. Если не купили, конечно. Скорее всего, не купили. Я заметила, что советская посуда, она долго находится на этих столах. А может и нет. Это все-таки ЛФЗ. Вот такие стаканы. Со сложенным рисунком. Высокие, красивые. Переливаются. Цвет очень красивый тоже. Вазочки. И вот еще ЛФЗ. Эта вазочка мне знакома. Она была здесь. И вот на ней цена. 95. Жаль, что не на всех предметах цена. Вот. Красивая ваза. И я не знаю, это ручная роспись, наверное. Да? Похожа на ручную роспись. Или только золото. Вот дорисовка. Очень похожа на ручную роспись. Ну, вы мне напишите. Я думаю, знают многие эту вазу. Всякие стаканы, кувшинчики, графинчики. Хорошие. Хорошие стаканчики. Нежные, нежные. Все-таки цветное стекло, когда оно розовое, или когда вот такое карамельного цвета, очень нежно смотрится. Керамика. Много керамики в Израиле. Любят керамику, я вам говорила уже. Вот еще стол. Еще один с посудой. Но уже не такая вот посуда, как на том предыдущем столе. Но есть на что посмотреть. Вот такая посуда, скорее всего, продастся. Здесь есть и советские предметы, пиалки, горошек. Очень ярко. Вы знаете, так много вот красного. И глаза режет, так скажем. И они давно здесь. Давно здесь. Может, найдут своего хозяина. Больше всего здесь, конечно, тарелок. Вот еще тарелки. Посмотрим, откуда они родом. Увидели климу знакомые? Это Зик Конакова. Не знаю, какого года. Но очень приятно увидеть их, держать их в руке, как будто старого знакомого или какого-то родственника встретила. А это, вы представляете, Тайвань. Тайвань. Даже не думала. Посуда из Тайваня вот здесь. Эта тарелка мне знакома большая. Уже давно здесь. Вот хорошенькая. Поворачиваем. И снова знакомое клеймо. Это Прокопьевский фарфоровый завод. А это очень красивое блюдо, которое уже давно здесь. Это добрыш. Домик для детей. А вот здесь. Вот теперь переходим. Есть такой закуток. Там полки. Я иду туда. А здесь, посмотрите, на полу разбитое блюдо. Ну, тоже выставлены обе части. Они друг на дружке. Не знаю, для кого и для чего. Или это в процессе подготовки. Поломалось и еще не убрали. Интересно. Вот здесь, в этом закутке, есть много, много вещей на полках. Они, эти вещи, каждый раз кочуют со стола сюда, отсюда еще куда-то. Посмотрите. Красивая английская посуда. Рядом с советской посудой. Чашки разные. Правда, хорошенькая чашка. Здесь вот какое-то клеймо, там подпись. И написано английский дизайн. Много чашек, а здесь стекло. И посмотрите, какие бокалы красивые. Мне очень нравится, когда прозрачное стекло и на нем гравировка. Да еще какая. А на ножку, посмотрите. Очень красивая. Если кому-то знакомы эти бокальчики, было бы интересно узнать, откуда они. Может, у кого-то есть много-много стекла. И там, видите, чайники советские. На следующей полке тоже стекло цветное, тоже с гравировкой. Есть на ножках фужеры с интересными ножками. Вот такие бокалы. Их даже, по-моему, целых шесть. Есть хрусталь. Самые разнообразные. Интересно посмотреть. Купить я не планирую пока вот такие вещи. А посмотреть, конечно, интересно. Вот так это все выглядит. Много-много всего. Ящики, коробки, игрушки. Кстати, игрушки, я говорила вам уже, это предметы, которые продаются хорошо. Старые игрушки. Многие приходят сюда с детьми. И дети сами себе выбирают то, что хотят. А до этих коробок руки не дошли. Вот здесь стол, где настенные тарелки, декоративные тарелки. Это современные, в ретро-стиле. А есть и винтажные. Есть керамика. В основном здесь керамика. Но есть и фарфор. Разные тарелки. Герб какой-то страны. Тень падает с дерева. И все это надо взять в руки, чтобы посмотреть. Вот такие самые разнообразные тарелки. Можно купить кому-то на подарок. А вот здесь керамика для выпечки. Формы для выпечки. И не только. Ну, вот видите, несколько. Тоже вот они хорошо продаются. Прямо из духовки на стол. Для сервировки стола и для выпечки. И еще раз закинем взглядом двор этот. Это дерево фикус. Это уютный гамак, который прямо так и тянет к себе. И теперь хочу перейти к столу. Прямо у дома находится этот стол. На котором разные такие мелочи. Но по дороге еще один стол так с керамикой решила поснять. Общий такой вид. Не только керамика здесь. Фигурки, вазочки, подсвечники. Не только из керамики. Есть из стекла. Но в основном это керамика. А вот и этот стол. На котором разные мелочи. Фоторамы. Игрушки. В том числе и советские. Коллекция чих-то машинок. Картины. Небольшие. В маленьких рамках. Какие-то репродукции. Такая картина. То ли мольба, то ли молитва. А вот вам шкатулка. Большая. Удлиненной формы. И тяжелая. Открыла. Там небольшая проблема. Она внутри вся обита бархатом синим. И очень тяжелая. Вот у меня была такая шкатулка. Только маленькая. Я ее изучала. И выяснила, что это послевоенная Япония. Ключи. То ли как сувениры покупают. Не знаю, для чего они покупают. То ли действительно подходят кому-то. А вот вам новые носки. Такие яркие. И новые. Абсолютно новые. Почему бы и нет. Заодно кто-то может купить. А вот уже я завершала. Когда увидела на спинке стула. Кто-то, наверное, отложил. Кто-то выбрал. Вот эту большую скать. Она большая. Вы посмотрите, какая замечательная вышивка. Сложная. Ее много там. Очень красиво. Ну все. Ну вот подошел к концу мой обзор. С дворовой распродажей. Следующая распродажа будет в октябре. На праздник Сукот. Большое спасибо вам за просмотры, за лайки, за комментарии. И мы обязательно на этой неделе еще раз встретимся. Будет много интересного. С другого места. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok